привет народ это снова этой группы и ну что ж мы будем продолжать очевидно мы будем продолжать наше обучение это второй второй видеоролик второй эпизод я бы хотел сказать нашего с вами запланированного 10 10 эпизодного курса это теоретическая его часть вот я надеюсь что первая теоретическая часть которая была выложена в youtube вам тоже пригодилась стала полезной вот многие говорят что типа ты там много что-то рассказывать всякого лишнего и все такого я так не думаю я так не думаю потому что все это важно вот кроме того в курсе есть практический блок и он занимает одну треть кроме того есть еще блок разбора есть блок обсуждения то есть я думаю что он наиболее наиболее удачно сбалансирован хотя хотя это покажет время то есть я планирую второй выпуск второй эпизод этого так сказать вторую ступень этого курса и мы будем смотреть уже будем надеяться что он будет более дополненный более насыщенный вот ну как всегда первый блин нужно пробовать итак сегодняшняя наша тема как бы вытекающие из предыдущей когда я рассказал вводную лекцию я рассказывал про историю я рассказывал про роль вообще культурного феномена хип-хопа да как способом выразить при помощи своего тела способом выразить эмоции а эмоции это та часть которая присутствует у всех то есть мы все-таки живые люди и все что происходит вызывают нас какие-то эмоции позитивные и негативные раз так запись идет был конечно хорошо забыть второй другой фотоаппарат но пока такой возможности и так эмоции вы знаете часто во время процесса тренировки я слежу за тем что и я сам и ребята просто фокусируются на движениях просто делают какие-то движения до под музыку просто выражают там музыку и так далее но ему эмоции именно вот этого эмоционального фона я хочу танцевать блин аж рвет да вот как бывает допустим на дискотеке или там на свадьбе или где-то ты выпьешь слегка и вот ты сидишь такой музыка играет такой на свадьбе у тебя веселое настроение тебе классно у тебя эмоции у тебя вперед тебе хочется выйти и раздать или еще может быть на фестивале где проходит все действие но ты по какой-то причине не танцуешь ну допустим там не знаю нога палит колено ударил проблемы с мениском и ты знаешь танцевать не будешь но у тебя прет так хочется блин хочется вот когда допустим ты выступаешь что не очень хочется страхом все скованно а когда нет то у тебя прут эмоции да и вот это есть состояние танцора а состояние в танцорах мы еще поговорим в будущих лекциях я надеюсь что вам они пригодятся вот пока что я хочу вас ввести такое состояние вы поймите что вот это вот теоретическая лекция это такой небольшой такой при трансовое состояние в которое я создаю для того чтобы вы настроились на тренировочный лад то есть вот это теоретическая часть она несет не только характер знания но и больше создание эмоционального фона определенного при помощи погружения в среду обучения то есть когда ты работаешь бегаешь прыгаешь так далее у тебя все время ты обеспечиваешь семью или там зарабатываешь учишься тебе ну как-то не особо да вот а вот нужно нужно такой транс погрузить немножко да вот этим я и занимаюсь данный момент так вот именно эмоциональный фон отвечает за то чтобы это был действительно танец менее его регулировать так мы танцоры профессионалы тогда мы занимаемся этим мы любим это мы хотим этим заниматься или будущий профессионал вы должны учиться себя в это выдавать это все и мы еще об этом будем более более глубоко говорить но сейчас сегодняшнюю тему я хотел все-таки вылить из предыдущей я говорил о том какое имеет роль в жизни как так случилось что вот такой вот ему эмоционально-культурно-творческий феномен как хип-хоп у афроамериканского населения вынес их и практически чуть ли не поддержал их жизни да и дал им возможность поддержаться и выдержать всю тему все эти тяжелые испытания которые выплыли на на них вот и благодаря в себя о том что не могли вывозить себя музыки в танце несли свою культуру и традиции все это благодаря всему этому они в общем-то и сегодня и может быть и выжили и смогли до такого уровня это все в развитии поднять не специально но само произошло так эволюционно я хотел поговорить о том что мы с вами в большинстве наверно кто смотрит этот курс белокожие или так можно считать что белокожие мы все-таки не англосаксы но все-таки мы светлокожие да и какой все-таки вот тема этого блока сегодняшнего видео какую все-таки роль играет это для нас мы с вами не были рабами нас не вывозили из любимой страны нашей родной дорогой которая нас приютила в которой мы родились которую мы так любим за готов которую готовы наверно умереть или должны по крайней мере быть готовы нас отсюда не вывозили нас не принуждали нас не отрывали от родителей вон они живут рядышком на соседней улице где водители или в другом городе вот и мы в общем-то находимся дома африканцам это чувство практически незнакомо то есть они конечно чувствуют себя дома в америке но это не совсем тот дом который по природе до им достался вот допустим давно в кингстоне в или в ямайке на ямайке вообще в основном 99 процентов живет африканцев хотя это тоже все завезенные то есть люди которые реальных ямайцев сожалению эволюционно не осталось их перебили всех хотя там были были и были племена и так далее что же для нас для белых с нашим пониманием как она вообще к нам попала и как так вышло что мы этим с вами интересуемся да кстати меня спрашивали почему я одетый потому что холодно у меня в зале холодно я экономлю на отоплении вот потому что во первых дорого потому что во вторых потому что мне кажется так лучше так больше поднимает тонус и так на хип-хоп попал где-то в конце восьмидесятых начало 90 где-то какие-то были первые какие-то брейк-дансеры где-то какие-то первые команды первые какие-то видосы корявые вот я уже не я не говорю про до буги крю это попозже было а вот реально есть олдскульные олдскульные танцоры первопроходцы которые там с конца восьмидесятых там где-то что-то на реле какие-то видеозаписи вот у каких-то как-то называлось форсовщиков форсовщиков это продавцы которые доставали по знакомым по политическим каким-то там каналам по своим в совке доставали из-за рубежа какие-то там музыку видео но видео практически нет в основном там джинсы и всякую такую одежду и все такое это все тут как бы там сбывали это все было нереально незаконно и и так далее но все-таки были какие-то спортсмены какие-то дипломаты которые со своими семьями ездили за рубеж и могли где-то что-то там выцепить и привезти и вот таким вот образом такими каналами это все нам потихоньку потихоньку попало были первые какие то команды которой это все вот потом где-то они вывязали на телевидении да на телевидении кида московские каналы где-то там ещё тогда показывали какие-то премии где-то даже не премия какие-то концерты огоньки что в таком духе какие-то песни года и так далее там Regis аведро пугачёвой где-то они вылазили потихоньку и это потихоньку-потихоньку начало вливаться вот таким образом я не могу сказать, что именно волна была в начале 90-х но где-то что-то появлялось лично, например, у нас в моем городе вообще это не появлялось у нас это появилось в конце 90-х а в более крупных городах я думаю, наверное, раньше вот, но эти